Партийцы сначала избрали кандидатуру у полномоченного представителя по всем вопросам, связанным с участием единороссов в выборах губернатора Брянской области. Подавляющим большинством за им избран руководитель регионального исполкома партии Юрий Гопеенко, после чего на коллегии попытались выдвинуть кандидатуру на пост главы города Карачев. Но не удалось, так как ни мэр, ни руководители регионального отделения партии от Карачева по уважительным причинам на заседание коллегии приехать не смогли. В завершении поговорили об обращениях, поступивших в Брянский общественный фонд поддержки «Единая Россия». Далее члены коллегии переместились в основной зрительный зал дворца, где и состоялся второй этап конференции Брянского регионального отделения партии. Среди ряда вопросов главной темой единороссов стало выдвижение кандидата на участие в выборах главы региона. В конференции приняли участие секретарь полицовета регионального отделения «Единой России» губернатор Николай Денин, а также депутаты Государственной и Областной дум. Напомним, по итогам праймерис, предварительного внутрипартийного голосования, процедура которого состоялась на девяти площадках Брянской области, с большим отрывом лидировал действующий губернатор Николай Денин. Второе и третье места разделили Владимир Аронов и Светлана Безверхия. Хочу заявить, что «Единая Россия» – это самая демократическая партия в России. Ни у одной российской партии нет такого механизма, как праймерис. Практически любой член партии имеет возможность реализовать себя. Отдельно хочу сказать об организации праймерисов. Просто блестящая организация, на мой взгляд, все четко, пунктуально. Подсчет голосов был совершенно внимательным, неформальным. И могу сказать, что прошло все на самом высоком уровне. В голосовании, что меня порадовало, приняли участие все 100% в местных отделении нашей партии. У кандидатов у всех была равная возможность выступить на всех площадках, озвучить свою программу, свою точку зрения, свою позицию. Итак, тайное голосование завершено. По итогам выдвижения кандидата на должность главы региона от Брянского отделения партии «Единая Россия» в конференции, а впоследствии и в голосовании приняло участие 213 человек. И вот результаты. Аронов Владимир Александрович, за 5. Безверхия Светлана Михайловна, за 3. Денин Николай Васильевич, за 201. В соответствии с пунктами 13.7.7.4 устава партии «Единая Россия» кандидатом на должность губернатора Брянской области от Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» отбегается Денин Николаевич Васильевич. На сегодняшний день 15 политических партий имеют право участвовать в выборах на должность губернатора. Однако первый этап таких состязаний прошли только 5 партий. «Справедливая Россия», «КПРФ», «Яблоко», «ЛДПР» и «Единая Россия». Уже начиная со 2 и по 25 августа каждый кандидат, согласно букве закона, должен пройти процедуру сбора подписей депутатов муниципальных образований, исходя как раз из этих показателей в конце августа, и определятся кандидаты на пост главы региона, после чего начнется активный агитационный период. «Мы будем каждый день работать, чтобы те задачи, которые были поставлены нам, жителями Брянской области, выполнялись. Мои полномочия на сегодняшний день завершаются 17 октября 2012 года, выбора 14 октября. Поэтому я, как исполнял свои полномочия, согласно законодательству существующее, буду исполнять, в том числе и буду участвовать в рамках того, что пределено законом и в период предвыборной кампании. Но я на сегодняшний день буду реализовывать все, что мы брали на себя те обязательства перед жителями Брянской области, невзирая ни на какие, так сказать, абсолютно те условия, которые были, не нарушая нынешнее законодательство». Татьяна Глазова, Евгений Седачев. События. Брянск.